МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Началась с 15 октября. 15, 16 и 17 октября мы проводили обучение переписчиков, контролёры полевого уровня. Перед этим 29 сентября, 30 и 1 октября была проведена учёба контролёров, где мы рассказали, каким образом они должны проводить перепись. Ознакомили с планшетами контролёров, каким образом они должны заходить в программу, нажимать на какие клавиши. У них существует в планшете контролёр. Они как контролёры заходят, могут заходить и в переписчика, проверять мониторинг переписчика, который непосредственно должен переходить из планшета переписчика в планшет контролёра. Переписчики, в свою очередь, получили тоже планшеты. У нас по настоящий момент 192 переписчика. С 18 октября они вышли на перепись. И вот у нас уже 3 дня, мы собираем мониторинг и подводим итоги по переписи населения. В конце рабочего дня, скорее всего, это бывает после 8 часов вечера, собирает контролёр полевого уровня на своём участке, всех переписчиков собирает и собирает у них информацию по шести счётным участкам. Все данные он суммирует, заносит свой планшет, путём мониторинга выводит данные по всем шести счётным участкам. В дальнейшем он передаёт эти данные на утро уже уполномоченному, где я, в свою очередь, передаю в Тюмень, Стат, все эти данные. А так в целом, как переписчики осваивали этот новый формат? Да, осваивали, да. Кто-то, знаете, прям сразу вот как в струю попали. А некоторым, конечно, тяжело даётся. Но не отчаиваются люди, я хочу сказать. Они, кто уж согласился, до конца идут работать. И с планшетом они там знакомятся. Ещё в планшете закачано руководство по пользованию. И как, значит, переходить от одного вопроса к другому? Инструкция такая. Инструкция закачана, да. И если он ответил неправильно на какой-то вопрос, 23 вопроса закачано. Если на какой-то вопрос он неправильно отвечает, загорается красным светом. Его возвращает к тому вопросу планшет, что вот здесь ошибочка. То есть вот в этот вот момент у нас получается как бы облегчение, что не надо на бумаге искать, и где эта ошибочка, где это вот как раньше было на бумажных носках. Техника подсказывает в этом плане. Но вообще, Клава Александровна, работа переписчика, она же такая непростая, что скрывать. Вот какие сложности есть уже по опыту вашему, и что в этом году? Да, переписчику очень сложно. В том смысле, что бывают такие ситуации, если вечером они ходят, значит, по одному боятся ходить. Но у нас с администрацией города мы прорешали все трудные вопросы. Они поддерживают перепись и всегда стараются в трудных ситуациях помочь. Дело в том, что собирают рабочие совещания. Мы обсуждаем на этих совещаниях, что, где и чем помочь. УВД наших по городу Тобольску предоставили нам тоже списки уполномоченных полицейских, как они, участковых, правильно сказать, участковых, которые закреплены за нашими переписными участками. То есть на каждый переписной участок у нас выдана такая справочка, где указаны контактные номера уполномоченного из Тюмени, значит, с кем можно связаться, с программистом. Если что-то, сбой какой-то пошел в планшете, они могут напрямую ему позвонить. С уполномоченным участковым, если какая-то трудная ситуация. Ну вот решили по уполномоченным участковым, чтобы каждый день их с собой не водили переписчики, доходят до определенного дома. И если знают, что там какая-то сложная ситуация, мы эти дома оставляем, через некоторое время мы соберем несколько домов и поедем уже на машине, будем объезжать вот эти адреса. Что хочется сказать насчет собак? Собаки бегают и бродячие. Но вот почему-то бродячие собаки не так бывает опасны, как те собаки, которых выпускает хозяева. Вот, видимо, сидят на цепи, потом бегают. Они раз домой во двор к себе, наверное, не пускают никого. И тут вот могут напугать людей. Такие моменты есть. Но каким образом? Наши переписчики, мы по технике безопасности им провели урок, рассказали, что если видите ту же собаку, бежит, обойдите, уйдите, и в следующий раз вернетесь. Ну, иногда бывает, что выскочит из-под двора, да, и не заметишь. Стараются каким-то образом тихо, спокойно проходить. Вот одна собака у нас сопровождала по строителю, у нашу переписчицу. В темное время суд тогда, овчарка, и не было больше никаких собак, но, видимо, эта собака была домашняя. И вот она ходит из дома в дом, переписывает. И собака за ней ходит из дома в дом, переписывает. Она у нас маленько напугалась, зашла в магазин, постояла, собака ушла, и она дальше пошла переписывать. Ну, это вот такие моменты. То есть она ей ничего бы не сделала, ничего, но моменты есть. А как горожане, как табуляки относятся к переписи, как вообще реагируют на приход переписчика в дом? А вот по-разному. По-разному реагируют. Кто-то, знаете, добродушно, начинает рассказывать, принимает хорошо, а кто-то вот начнет переписывать, до ответов дойдут, до определенной категории ответов, и решают, что им хватит уже. Получается, у нас опрос не завершен. Нам приходится, переписчикам нашим, приходится повторно к этим людям приходить, так как это все висит в планшете и не дает закрыть. Нам обязательно этого человека надо опросить. И вот таким образом они создают двойную работу для переписчика. конечно, тяжело, уговаривают, приходят. Есть те, кто вообще не пускает. Есть, двери открыли, закрыли и сказали уходите отсюда. То есть наши переписчики... Хорошо, если вежливо сказали. Да, вежливо, когда если говорят, то ладно. А наши переписчики оставляют листовочки, где написано, что если вы не хотите, чтобы пришли к вам и переписали, они предлагают, чтобы человек прошел на госуслугах, свою семью переписал или пришли на стационарный участок. У нас вот где находятся контролеры полевого уровня, им выдан еще отдельно планшет по стационарному участку. И вот на этом стационарном планшете мы можем переписать любого желающего, неважно, в каком он микрорайоне живет. То есть не хочешь пускать к себе домой? Да. Иди сам. Придите сами, пожалуйста, и перепишитесь. Или на госуслуги зайдите. Или на госуслуг. Многие пользуются вот этой новинкой, что можно самому. Да, на госуслугах. Особенно молодое поколение, они пользуются на госуслугах. Переписчик приходит к ним, они говорят, что мы прошли перепись на госуслугах и показывают QR-код. То есть его сканируют наши переписчики, это через скан приходит им на планшет. То есть вот таким образом мы можем учитывать, то есть вот этих наших людей, переписчиков. Ну и многие у нас, знаете, люди, которые в возрасте, они у нас до такой степени бывают продвинутые, они еще и подсказывают, как это надо сделать, куда сходить и куда там нажать. Все рассказывают. Да, есть такие очень доброжелательные, положительные люди. Мы, конечно, им очень благодарны. Ну вот давайте поговорим о вопросах. Вот ко мне еще не приходили переписчики домой. Что же есть? У вас планшета с собой нет, случайно? Планшет, вот знаете, раз переписчики в вечернее время тоже пошли работать, все планшеты были разобраны. Единственное, что... Вам не досталось ничего. Не досталось, чтобы я принесла вам и показала, каким образом это все происходит. Закачаны вопросы, вот 23 вопроса, где обозначены год рождения, паспортные данные переписчик не требует. Анонимно, да? Да, это все анонимно происходит, со слов. Вот как говорит, допустим, хозяин или хозяйка дома, что квартира на ней, и вот она у нас является первым лицом, которого мы заносим. И по отношению к ней уже заносятся другие члены семьи. Муж, значит, он второй проходит, там тоже указано, кем он ей приходится по родству. Муж, год рождения, дату рождения. Это все мы со слов записываем. Что там? Образование, значит, национальность у нас проходит. Сколько детей. Даже о том, что про доходы, именно про зарплату, про количественную, никто не спрашивает. Заложена такая, значит, вкладочка есть, заработная плата. Что она из себя представляет? Доходы какие-то, пенсия или еще какие-то. Источник доходов. Источники, да, доходов. О количественном составе нигде не говорится. Сколько вы что получаете. Так что люди вот напрасно, некоторые пугаются, не пускают. У нашего переписчика можно узнать. У него есть жилет с логотипом, шарф с логотипом. Вот в вечернее время выдан налобный фонарь. И обязательно сумка для переписчика, в которой он носит планшет. То есть наших переписчиков можно узнать. С мошенниками. С мошенников, да. У нас по городу пока вот по крайней мере жалоб не поступало. А вот если продолжать тему вопросов, можно ли отказаться отвечать на какой-то вопрос? Потому что, например, национальность бывает довольно сложным вопросом. Там, ну, мама такая, папа такой, а ты кто-то и не знаешь. Как быть? Да, участие в переписи это добровольное участие. То есть если кому-то какой-то вопрос не понравился, да, они вправе отказаться от этого вопроса и не говорить, не давать ответа. А я напоминаю, что у нас в гостях была Клавдия Кашко, уполномоченная по вопросам всероссийской переписи населения в Тобольске. А у меня на этом все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»